Обзор по паре американского доллара к канадскому доллару, часовой график. В течение вчерашних еще европейских торгов котировки данной валютной пары пробили уровень сопротивления на тот момент 1.3029, после чего произошло активное повышение котировок, что стало результатом закрытия предыдущих среднесрочных сделок на продажу. Данная техническая коррекция продолжится в среднесрочной перспективе. Лучше всего это заметно на 4-х часовом графике, где после активного снижения котировок было достигнута в несколько раз линия поддержки нисходящего канала на данном рынке с формированием соответствующей конвергенции цен и индикатора MACD. Считаю, что котировки продолжат коррекцию вплоть до уровня 61% от падения начавшегося 20 января. Соответственно, в течение данной коррекции следует рассматривать заключение сделок на покупку. Сегодня движущими факторами данного рынка станут в первую очередь данные от деловой активности в Канаде, индекс который будет опубликован в 17.00. В свою очередь прогнозируется, что он будет на значении более 58% пунктов, что хоть и ниже прошлых данных ожидается, тем не менее значение более 50% демонстрирует расширение деловой активности в экономике Канады. В свою очередь в случае осуществления данного прогноза произойдет укрепление канадской валюты, что можно также будет эффект, чему может составить нисходящее движение вплоть до поддержки 1.3029. В свою очередь, учитывая начавшуюся коррекцию на данном рынке, а также отсутствие прочих фундаментальных факторов для данной валютной пары, рекомендую заключение сделок на покупку данного уровня с очередной фиксацией у ближайшего сопротивления 1.3129 и рассматривать выходы из позиции уже при достижении следующего сопротивления 1.3207.